Господи Иисусе Христе, Сыне и Божий, помилуй меня грешно. Номер 75. Начитывается Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта и комментариями. Филиппийцам 4.11 Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Толкование Блаженного Феофилакта. Видишь ли, что нелегкое дело радоваться в довольстве. Для этого нужно упражнение и старание. Научился, говорит Филиппийцам 4.12 Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке толкования. То есть умею пользоваться малым. Умею переносить и голод, и жажду. И так же умею жить в изобилии. Ну что же это за добродетель, уметь жить в изобилии? Подлинно это великая добродетель. Потому что не нужда, а изобилие многих губит. Так как возбуждают очень многие и нелепые похотения. Как же Павел умел изобиловать? Он тратил достаток на других и не радовался при изобилии, но был одинаков как в изобилии, так и в нужде, не нанмеваясь первым и не стесняясь последней. Я приобрел опытность во всем, столь долгом течении времени, во всяком деле и во всех случайных обстоятельствах. Израильтяне не умели терпеть голод, ибо они роптали на Бога и говорили, может ли Бог приготовить трапезу? Псалом 77, 19. Но не умели и насыщаться, ибо дел Иаков, и уточнил Израиль, и стал упрям, и оставил он Бога. Второзаконие 32, 15. Но Павел и христиане поступают не так. Этим Он показывает, что ни прежде, когда Ему не давали, Он не скорбел. Ни теперь, когда Ему дают, Он не радовался по человеческому расчету, но радовался за них, так как они сами через это получили пользу. Филиппийцам 4, 13. «Все могу в укрепляющей Меня Иисусе Христе» Толкованием. Так как Он чувствовал, что многое сказал о Себе, то говорит, «Не мое это совершенство, но давшего крепость Христа». Филиппийцам 4, 14. «Впрочем, Вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Толкование. Он сказал, «Умею быть довольным». Теперь, чтобы филиппийцы не соблазнились им, будто Он не с удовольствием принял предложенное ими и даже считал это бесполезным для себя, потому что дающий обыкновенно соблазняется. Когда принимающие говорят, что они не нуждаются, то Он и устраняет это, говоря, «Впрочем, Вы хорошо поступили. То есть, хотя я и не имею нужды, но тем не менее принял Ваш дар, обрати внимание на мудрость, как Он возвышает это дело, говоря, приняв участие в моей скорби, Он этим поставил их наравне с собой. Я, говорит, действительно терплю это, а так как Вы позаботились обо Мне, то Бог и Вас признает Моими сотрудниками». Таким образом, предыдущими словами апостол разрушил их мечтания, а этими возбуждает их усердие. Филиппийцам 4.15. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних, толкования. Так как могло показаться, что Он признает выше, сказав, уже вновь начали заботиться, то теперь мудро оправдывается, говоря, что то самое, чем Я, казалось бы, укорил вас, Я не потому сделал, будто бы желал получить от вас что-нибудь, но потому что вполне был уверен относительно вас, и вы сами тому были причиной, ибо вы впервые из всех... Вы первые. Ибо вы первые из всех начали заботиться о моих нуждах. Слава Иисусу Христу! Силу этой уверенности в вас я как бы упрекнул вас, как оставивших прежде обычное для вас дело. И вот великая похвала ваша в том, что вы не только в начале благовествования помогали мне, не только тогда, когда я находился у вас, но и когда вышел из Македонии, то есть из ваших пределов. Не сказал, что ни одна церковь не подала мне, но ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, потому что суть дела заключается в общении. Ты даешь плотское, а получаешь духовное, как сказано в другом месте. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? 1 Коринфянам 9.11. Итак, другие церкви не оказали участия в смысле даяния плотского и принятия духовного. Филиппийцам 4.16. Вы и Фессалонику и разы два присылали мне на нужду толкование. Важная похвала их в том, что находясь в метрополии, он питался на счет малого города, ибо под нуждой он разумеет необходимые издержки, а не утехи роскошь. Филиппийцам 4.17. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Толкование. Так как он высказал нечто унизительное, сказав на нужду, то дабы они по этому поводу не возгордились, он продолжает. Говорю сие не потому, чтобы искал от вас подаяния, но ради вашей пользы, чтобы вы имели плод, который должен служить вашу пользу. Видишь ли, они сами получили пользу от даяния. Вот как интересно на нужду, на карманные расходы. На что-то где-то требуется. А на что требуется? Приехал немец один, Павел Эдуардович, ездил в Германию, вернулся и рассказывает. Мы с братом пошли, там в бойне были. И он говорит, вот учреждение, давай зайдем, тебе там денег дадут. Он говорит, мне? А как они дадут? А тут, говорит, по той порядок, кто приезжает, организация эти деньги дает. Зачем? На карманные расходы. Так это, как так? Да как так? Дают и все, говорит, допустим, ты сейчас придешь в собрание, там баптиста, все кладут тарелку, а ты не кладешь. И, ну, как ты выглядишь-то перед людьми? Люди будут думать что-то. Он говорит, ну, какой-то документ надо, ничего не надо. Ты просто придешь, говорит, скажешь, ну, пока что-то пасту. Так я могу 10 раз зайти. Ну, надеяться на совесть, не будешь 10 раз заходить. Вот понимаешь, что такие дела, даже настолько они не вмещаются в понятии русских людей. Я бы в десятки раз проверил, если бы обнаружил, что он врет. Он пришел взять и пропить. Ничего подобного. В Бонни ехали, говорит, ну, я купил, говорит, такой бочоночек, и написано там, русский мед, и медведь несет этот бочонок, нарисовано. Ну, а дорогой купил газету. Я знаю, в руках было две вещи, а когда вылазил, я взял две, но было-то уже три, я еще дорогой купил газеты. И когда уже в другом порту оказался на пересадку, вспомнил, я мед-то забыл. Вернулся назад, ну, где у нас бы его нашел-то? Ну, дворник убирает, я подошел к нему и говорю, я там, забыл ее. Так, говорит, а вон там отдел туда. Пришел, тот сразу спрашивает, так, как он, говорит, а вон стоит. Ну, бери, иди, я говорю, документы, какие документы? Так, любой мог бы взять. Да нет, зачем же он возьмет, это же не его. Ни паспорта, ничего не надо. Говорит, я взял и пошел. Это вообще удивительно. Другой там пишет, Пескоп об этом, где-то в Финляндию. Поехал, туда едешь, возьми, отвези, посылку попутно. А там, говорит, у дороги где следующий, прям ящики, в него положи. Да как там замок? Какой замок? Ну, я положу, а там любой подойдет. Да как возьмет, когда не ему? Там же написано, посылки кому. Люди живут, это другой менталитет. Велосипед у столба стоит, его передвигали, передвигали, и хватились. 32 года назад он-то поставил, умер и не пришел. А я купил новый велосипед, все подтянул гайки, поехал в библиотеку, с книгами зашел, вышел велосипед, а нет по сегодняшний день. Я в милиции, они говорят, а ты уж не первый сегодня. Поколение воров, поколение людей безбожников. И он там, ящик стоит, и тот где-то в стороне, живет лесник, он подходит каждый день, посылку, он взял ее и пошел. А до него 100 человек ящик открывали, это не мне, закрыли ящик и пошли. Сейчас вернулись велосипедисты из Китая, а что, говорит, ну, ездили там, турне какое-то, два парня, а что самое удивительное? Удивительно то, что, мы ночевали в любом месте, никто не тронет. Велосипед, колостолба на остановке прислонил, хоть золотом мешок ставь, говорит, и никто не возьмет. Как так? А вот так приучили. Если он взятый где-то, как в Саудовской Аравии, ему сразу руку отрубили, вторая, вторая рука, третий раз в голову. Так их с детства приучает, не твое нельзя, он боится, как огня этого. А здесь только и глядя, чуть-чуть отвернулся, в карман залезли, в церкви разрезали, у нас бабушка пришла, а я пошла, так деньги положила в банку, в банку, а банка в сумке, он разрезал, а там банка, а разрезать банку, еще пока инструмент, у вора такого нету, вытащил бы из банки. Вот, кто мы такие, нам ли учить-то кого-то, когда надо за собой смотреть? Я попутно хотел сказать, вот видишь, как он говорит об этом? Вперед. Филиппийцам 4.18 Я получил все, и избыточествую. Я доволен, получив от Епофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу. Толкование. Так как он сказал, не ищу, то дабы не охладить их ревность, и не сделать их более беспечными, ибо чем-либо мудрее, благотворители, тем больше они ищут благодарности от приемлющих благодеяния. Говорит, я получил все, и избыточествую. То есть, нашим даянием вы не только восполнили то, что опущено было прежде, но еще сделали больше. Сделаю пояснение небольшое. У меня подруга была здесь, тетя Тоня Бакланова, Антонина Георгиевна. Она даже в тюрьму, в лагерь ко мне приезжала туда, с Надеждой Васильевной. Но она 10 дней меня не дождалась, когда я вернулся, умерла. Ну, ей уже 75 лет было. Мы приехали в Караганду, там, пригласили адвентистов 7 дня. Узнали, что я приезжаю, там, профессор их, волка, Славский приехал. Ну, и когда мы вышли, вот люди, до чего мне нравится адвентисты 7 дня, как они все устроили, ну, все спрашивают, вы будете это? Нет, едите? Нет. А чай пьете? Я говорю, нет, только травы. А они прямо млеют, что ли? И не пьете чай? Нет. Ой, да вы совсем наш брат. Понятно, как открывает? А тут 14 раз послание, 14 глава к кремлинам, Блаженна Фефилак только слово свинина, свиное мясо, 10 раз повторяет, и нам не нужды никакой нету. И вот они ее, я вышел, там, беседу где-то, а она осталась, они узнали, что она одна, ну, такая, никого в ней больше родни нету, и давай ей давать деньги. Она говорит, нельзя брать. Почему же нельзя-то? У тебя же ничего нет, эти пенсии не получаешь, она из подпольных христиан, ИПХ. Ну, возьмите, ну, а куда я тогда поеду? Как куда? Вы же с Игнатью едете, да? Ну, так и возьмите. Ну, он сказал, если хоть рубль где-то возьмешь, сразу от тебя отрежу, и все, езжай куда хочешь. А они до того были удивлены, во-первых, что рубля не берем нигде, а во-вторых, у ней в старости такое послушание, у ней послушание отменнейшее, их там к этому приучили. Вот как надо жить. И везде брать пример. Так она кого-то неграмотная. Когда меня судили, то все, пленок, а пленок от 2, 2500 часов, только слушать надо было. Записи, Златоуста, другое, еще 2500 часов, потому и только интервью, которое по стране брало, репрессируют на других. Кто прослушал? Только один человек, оказывается, она прослушала. Никто не знал, когда спит, она то свечи льет, то лестки. Когда не приедет, даже ночью, она все время на ногах была. Одна. Муж отнял детей, привел молодую жену, с топором, и она буквально, полуживая, оттуда вышла, и больше домой никогда ее не пустили. Вот как. Какие люди встречаются, и какой пример. Я куда бы ни поехал в поездку, всегда ее с собой брал. Образец. Водно приезжает однажды парень с девушкой, фамилия ее Минаева, из Прокопьевска. Мать послала к Игнатию. Вот парень сватается узнать, подходят они или не подходят друг к другу. Вот это Мерри, подходят. Я поговорил, вижу парень-то совсем никакой, но не решился. Я послал ее к тете Тоне, а она живет недалеко, она интернациональная там. Они сам туда поехали. Да, прихожина говорит, кого ты мне послал-то? Что тут спрашивают? Ты их только глянь, и больше ничего не отдыхают. Они совершенно чужие друг к другу. Только глянь. Вот представь себе, а у нее класса 4, образование только было. Ну и правда, девчонка послушалась, вернулась из-за него, не вышла. Приехала, а там послатался другой. И теперь она, матушка, вышла, оказался он будущий священник. Ну, священник-то, сын священника. Пирожки любит. Такое растолстелое. Вот, где бы ты ни был, все время ищи учителей. Аз требуй учащих меня. Аз требуй. Петр Первый имел кольцо, на котором написано. Ты считай это, всегда знай. Апостола Павла нам не дождаться. Он с нами, вот он весь. А если бы апостол был сосед, или в одной комнате спали, может быть, пользы бы такой не было, чем мы считаем. Он встал и ушел, ничего не сказал. А тут что сказал, кому? Мы все вникаем в это. Благословен Господь. Сказав же, получив, как бы о должном со стороны их, дабы они не возгородились, он опять в утешении их показывает, что они сделали даже и сверхдолжного, послав ему излишнее. О, куда он вознес их дар, не я, говорит, принял, но Бог через меня. Поэтому, хотя я и не имею нужды, вы об этом не беспокойтесь, потому что и Бог ни в чем не нуждался. Однако принял, как и Писание говорит, обонял Господь приятное благоухание. Бытие 8.21. Неужели буквально надо понимать? Горит мясо, мясо горит, когда дома на плиту суп сбежит, а Бог обонял приятное. Это не надо понимать буквально. Это означает, Бог видел намерение и расположение к этому, и Он принимает. «Дабы мы, слыша, что Бог в этом не имеет нужды, не сделались беспечными и в благовествовании». Филиппийцам 4.19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Толкование. «Так как выше, Он сказал, вам не благопрепятствовали обстоятельства, то есть вы сами...» «То есть». «То есть вы сами находились в затруднительном положении, то теперь желает им быть в довольстве. Если бы они были так мудры, как Павел, он не стал бы просить для них телесного. Но так как они были людьми, занятыми житейскими делами и имеющими некоторую привязанность к настоящим вещам, то он, снисходя к их немощи, просит для них у Бога не избытка и роскоши, а достатка в необходимом. «Да восполнит, говорит, всякую нужду вашу, дабы не быть нам в убожестве. Затем, чтобы они не подумали, что он слишком ограничивает их, прибавил по богатству своему. То есть он может дать вам потребное в избытке и изобилии». Вот Павел был бы, сейчас бы попросил, Господи, дай Игорю барабашу комбайн. Вот я думаю, я бросил этот клещ. Это нужда. Все разваливается. 65 гектаров гречки ушло под снег. Не мог убрать. Комбайнов набрал все старое. Новый купить нельзя. 5 миллионов, говорит. Ну, ясное дело, что это вся деревня наша не стоит того. И Павел молится о нужде нашей. Выражение «Христом и Иисусом» можно понимать и так, что это совершит Отец во Христе Иисусе, то есть при посредстве Христа. А можно и так, в славе, которая относится ко Христу Иисусу. Поэтому прибавляет следующее. Филиппийцам 4.20 Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Толкование. Поскольку Он сказал во славу Сына, то прибавил, что слава Христа есть вместе и слава Отца. Филиппийцам 4.21 Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мной братья. Толкование. Знак немалого благорасположения. Приветствовать их посредством посланий. Ибо с ним были многие. Были, может быть, даже из самого Рима, которые, впрочем, не принимали участия в делах апостольских. Таковым был только Тимофей, которого он назвал выше единодушным с собой. Тем не менее, он не отказывается называть их братьями. Филиппийцам 4.22 Приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева дома. Толкование. Он одобрил и одушевил их, показав, что благочестие достигло даже до царского дома, внушая, что если находящиеся при царском дворе пренебрегали всем ради Христа, то тем более следует делать это вам, людям простым. Вместе же с тем дает знать, что о добродетели филиппийцев он говорил пред Кесаревым домом, ибо иначе он не мог возбудить в последних расположениях выразившегося приветствия. Филиппийцам 4.23 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Толкование. По своему обычаю он молитвой заключает послание и научает вместе с тем относить к благодати Христовой добродетели, какие они имеют, а не возноситься ими. Ибо как только и пребудет с ними благодать навсегда, если они не будут превозноситься. Да изобилует же по благодати Христовой, и между нами, как всякая другая добродетель, так преимущественно добродетель вспомоществования другим. Да и мы, приемляя пользу от вспомоществования всем нуждающимся, особенно же страдающим ради Бога, насладимся богатством благости Его. Ему слава и держава, и ныне, и пресно, и вовеки. Аминь. Это заканчивается второй том, у нас трехтомник, второй том Нового Завета с толкованием. И в конце я добавляю в одном месте стихотворение Державина «Бог», в другом месте добавляю на первый том «Достоверно ли Евангелие профессора Владимира Филимоновича Марсенковского», потому что 752 страницы надо. И там кое-где шрифт уменьшал другим размером, и я место оставил для таких вот. А здесь стихотворение, это второй том. Читай. Она поется. Это сборник духовной песен. «Книга Бога мне дана, хоть поношена она, вспоминаю дни минувшие давно. Мать читала мне тогда. Не забуду никогда, как нам было с ней мирно хорошо. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня». Это понятно. Поют люди в собраниях, это из баптистского сборника духовных песен. В Библии в православии было такое, за 2000 лет никогда нигде не было. Такая любовь выражена. Вот у меня тут один Владимир Мачалин написал гимн сайту нашему. Я спрашивал, спрашивал, ну где-нибудь есть такое, чтобы сайту гимн написали? Да музыка, да какие слова. Ну мы просто это можем увидеть. Дальше. «Про Спасителя Христа все читала мне она, как любил, страдал и умер на кресте. Со слезами слушал я, помни это за тебя». «Помни, это за тебя, говорила мать. Храни его в душе. Припев. Это все прошло давно, но как живо мне оно, и святая книга, свет мне на пути. Слово Божие храню и Спасителя люблю. По стопам его всегда хочу идти». Вот у нас еще тут несколько минут есть. Мы сейчас попытаемся найти песнопение это и сюда же вставить. Ты мне сейчас поможешь это сделать? Я вот сейчас найду. Смотри, где-то это есть, наверное. Вот, был бы запрос. Ну-ка, есть или нет где? «Книга Богом мне дана». Вот поется, да? Тут какой-то Никита поет. Ну-ка давай посмотрим, может быть правда здесь есть. Ну, баптисты, другие там в галстуках, вот не будем на это смотреть. Детики. «Книга Богом мне дана, хоть поношена она, вспоминаю дни минувшие домой. Мочитала мне тогда, не забуду никогда, как вам было с нею мирно, хорошо». Это мы такое нашли, там где-то кто-то другой поет. Вот парень, наверное, один. Сейчас мы посмотрим несколько. «Книга Богом мне дана, очень древняя она, вспоминаю дни минувшие давно. Мочитала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с нею мирно, хорошо». «Книга Богом мне дана, хоть поношена она, вспоминаю дни минувшие». «Все давно». «Все давно». «Все давно». «Библия молчала». «Запоминайте полюбившиеся». «Вот посмотрите, мужчины стоят все до одного расстегнутые. Это масонский знак. Секты, протестанты, это масонское семя где-то. Зачем? Все до единого. И при том это, я не знаю, когда, в каком времени было. Раньше никогда не было. Ни одного не было расстегнутого. Мгновенно подчинились. Все сто процентов бритые, все сто процентов женщины без платков. Почему? Вот это вот знают. Библию знают на этом. А дальше куда уже уводят? Кто уводит? Почему? От церкви. Почему? Ну, по церковному-то одеты как. Чем отличаются от мира? Никак. Это они у себя где-то поют безрукавые. Да почти все сто процентов где-то. Я только внешне говорю. Вот смотрите, как они поют. Возьмем хорошее. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздным вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета устанут близкими желанными для вас. Читайте Библию. Живой Слово Божие. Она научит вас, как следует, решить. Я не делал, защитой будут вам. Библей. Они не поют, видать. Ну, я хотел показать. То есть, видите, как они сделали. Они выкновенно всем дали посчитать, что о Библии какие-то отрывки. Видите, даже в этом вопросе, и то они могут что-то показать. А мы как можем показать? Вот, пожалуйста. Неизвестен. Автор музыки и слово неизвестен. Неизвестен. Переводят с английского, так везде разное. Это одежда какую-то сделали. Помимою дни минувшие добра. Почитала мне тогда, не забуду. Ну, видите, и форма такая-то надевает. Когда электросварщики на стройке работают, у них такое есть. Но тоже чем-то отделяется от миски. Но женщины, и она вся без платка. Значит, никто не молится. Не молится. Если бы они молились, то знали, что это постыжение идет. И попробуйте. Вот я, допустим, оказался там, или кто-то будет говорить. Местописание бесполезно. Ни одна платок не наденет. Почему? Вопрос это, почему остаются? Мужчины все бритые. Ну, а чем от мира тогда отличаетесь? То, что песни другие поете. Ни поста, ни креста. Поэтому мы должны все время благодарить Бога, что нам Бог дал великое счастье быть христианами, и при том православными. Вот. Еще тут больше нету? Где тут есть сборник? Книга Бога мне дана. Ну, мы видим, как люди стараются. Это хорошее, от них возьмем. Книга Бога мне дана. Вот этого не было еще. Книга Бога мне дана. Хоть поношена она. Вспоминают дни минувшие давно. Почитала мне тогда, не забуду никогда, Как нам было с нею мирно, хорошо. О, святая, святая и живая, Ты же любая книга, Боже, я люблю, люблю тебя. Пришел я в одном городе, и говорят, а у нас, говорит, цыганская семья, христианами стали. Вот это, я говорю, чудо. Покажите мне их. А какие таланты у них? Ну, он играет у нас на барабане. Вот это я верю. А она? А она в столовой работает, говорит, готовит вкусно. Вот это я тоже верю. Это действительно цыганская обращенная. Она больше, она больше нигде нету. И вот заметьте, Ну, этот вот таком, Обязательно он должен быть или в галстике и расстегнут. Это полностью амассоненное. Ну, простое. Сними эту удавку дьявола с себя. Никак. Зачем бреешься? Посмотри изображение. И дальше, книга Бога мне дана, Качаться там это, Ну, как мирские леды, джазы там и прочее. Ну, разве верующий может это так? Книга Бога. Какое благоговение? Я у аптестов был, говорю, Сидите, разговаривайте, Библию открыли, Положил около задницы своей на скамейку. И скажи, ты послушались? Тогда пресс-фитер сказал, Это мы неправильно делаем, Там замещание сделали, то другое. Иногда прислушиваются, Как у православных. Большой храм и изображение воскрешения Лазаря. Лазарь из могилы выходит, Руки раскинул, веселые. Как он мог, когда написано, Христос говорит, развяжите его. Он завязанный был. И толкование дается. И говорю, что делать? Настатель говорит, да что? Тут неверующий ресторан. Ну, ты-то для чего был? Ну, не досмотрел. Тут у нас Христос сидит с самарянкой у колодца, И вода чищет из краника рядом. Написано, колодец глубокий. Ну, как взять? Что делать? Ведро краски принести. Замазать эту мазню. Так и здесь. Что сделать? Ну, по беседу не понимает, значит, запретить. И обязательно себе костюм, чтобы нижняя пуговка была расстегнута. Я устав масонский прочитал. Это масонский устав. Пуговок 10, но нижняя должна быть расстегнута. Все до того расстегнули. А ты расстегнешь? Да никогда. Я в армии застегнулся, вот, и ни один человек меня расстегнутым не видел. Ни из бани никогда. А почему? Зачем? Зачем? Это собранность показывает. У меня знакомый, очень близкий. В магазине работает. Христианин, православный. Пришел и расстегнутый. Я говорю, а зачем ты? Ну, такое у нас указание. А кто указал? Ну, начальник магазина. А зачем? Ну, заходит и видно, что ты расхристанный, не собранный. А наоборот, это вызывает доверие. Они видят, я простой парень рубаха. Да наоборот. Он знает, что возьмет бракованный товар. Такой разгильдя любую вещь сплавит гнилушку. А когда собранный, ты четко, как японец. Ты ни одного лишнего движения не сделаешь. Тебе доверие есть. Вот, отвечаешь за машину. Не понимает, все извращено. Ну, и все на этом. Японец. Так, сейчас наоборот, я гляну, что-то есть здесь.